Это чудо просто. Два часа, и ты на море. Что это может означать? Может, он что-то скрывает? А учитывая закрытость таких учреждений, то черт его знает, что там творится. Продолжали красть деньги. Это как монголо-татарская ига. Приехал, срубил дань и уехал. Так сказать, контрреволюция идиотов. Привет, это я, Андрей Богданович. Это мой погляд, и каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И да, это мое личное субъективное мнение. Ну, перед началом я похвастаюсь событием, которое меня вдохновляет делать погляд и дальше. На этой неделе я был в Кропивницком, и меня узнали на площади героев Майдана. Узнала молодая девушка. И это радует, во-первых, то, что она молодая девушка, во-вторых, то, что смотрит погляд, и в-третьих, это раньше, когда я работал на телевидении в Кропивницком, это было обыденное дело, а теперь это волшебная сила Фейсбук. Спасибо тебе, незнакомка, и передаю тебе привет, как я обещал. А еще большее спасибо всем моим зрителям, а их уже тысячи, которые смотрят погляд, значит, это интересно. Спасибо вам большое. На этом лирическую часть прошу читать оконченной. И на этой неделе, что мне запомнилось, Андрей Балонь задекларировал 3,5 миллиона гривен, обзор туалетов в Кропивницком, 2 часа и вы на море. Ну и как выглядят боксы для больных коронавирусом в Кропивницком? Итак, издание «Слово и дело» на этой неделе опубликовало рейтинг самых богатых глав облгосадминистрации в Украине. Андрей Балонь, согласно декларации, оказался на 10-м месте. Глава Кировоградской облгосадминистрации задекларировал 3,6 миллиона гривен. И это заинтересовало Кропивницкую первую электронную газету, которая перепечатала рейтинг и обратила внимание, что перед назначением на пост Андрей Балонь практически ничего не задекларировал. Это было практически год назад. Он не задекларировал ни жилья, ни автомобиля, а большинство материальных благ, как пишет электронка, были в собственности жены. Теперь же вуаля и больше 3,5 миллионов гривен. Это за год или меньше такие доходы у государственного чиновника, живущего на наши с вами деньги. Вот это да! Но раз у Балоня такая хорошая зарплата, то, вероятно, ему платят неплохие деньги за какие-то успехи в работе. Примером такой хорошей работы могут стать украденные плиты с аэропорта в Кропивницком. Если, конечно, он их найдет и вернет на место. А вообще я не увидел реакцию Балоня на эту кражу, реакцию профильного управления увидел, его личную не увидел. Что это может означать? Может, он что-то скрывает? Или, если он так молчит, может, он замешан в этом? Логично. Не правда ли? Так молчание может означать, что Балонь – это просто временщик. Это как монголо-татарская ига. Приехал, срубил дань и поехал дальше кочевать по государственным должностям. Глядишь, имея такое прошлое в правоохранительных органах, то Балонь мог бы претендовать, например, на место министра МВД Авакова. Но я бы сильно ему не доверял, особенно после этого дела с воровством плит. Очень мало на Кировоградщине аналитики по поводу политической жизни Кропивницкого и области. Нет программ расследований телевизионных. Статьи появляются раз на пятилетку. Масса зависимых средств массовой информации в области. Об этом мы, кстати, говорили со Светланой Орел, Еленой Квашей, Виктором Головородько в ток-шоу «Просто-непросто» у Дарьи Романской на канале Виттер. И вот сразу после этой программы я заметил статью Павла Лесниченко. Вышла статья на ресурсе Region News под названием «Продуктовые наборы и ботафермы в Кропивницком готовятся выбирать мэра». Ну, он там и прошелся по всем потенциальным кандидатам, а это Андрей Райкович, Артем Стрижаков, Андрей Табалов. Он также упоминал Игоря Волкова, Александра Цартьяя, Валентину Еремчук, Александра Горбунова. Но все идет к тому, что в октябре мы увидим противостояние Райкович-Стрижаков. Кстати, у третьего кандидата, у Табалова, может быть золотая карта. От него может зависеть, кто выиграет. Табалов сейчас, напомню, секретарь горсовета, а значит, сотрудничает с Райковичем. Ну, разве мы не знаем Табалова? Мы же помним, как он поступил с Батьковщиной избирателями в 2012 году. Поэтому доверять Табалову можно только условно. И это уже интрига. Представляете, союз Трижакова и Табалова. Ну, вдруг что? Выборы мэра в Кропивницком будут очень интересными, как, впрочем, и выборы мэра в Александрии. Об этом жду следующую аналитику от Паши Лесниченко. Ситуация с коронавирусом в Кировоградской области происходит странная вещь. Странная в плане из-за нехватки информации. На этой неделе появилась инфа, что ковидом заболел Александриец. В результате это оказался мужчина, который сидит за убийство. И буквально через несколько дней появилось сообщение, что он умер в Кропивницкой городской больнице. Сначала читатели не могли понять, кто заболел. Александриец, то есть человек, который живет в Александрии. Или человек с Александрийской пропиской. Мало того, и где он находится. И если это заключенный, то в какой из колоний. И только Александриец Виктор Голобородько сумел провести анализ и проверить Кировоградскую колонию на наяность заболевшей. Так вот, умерший от коронавируса сначала был в Кропивницкой исправительной колонии номер 6. В скандальной, кстати, известной Петровской. Помните, там еще была попытка взлета, побега на вертолете. Так вот, коронавирусных там в Петрове нет. Но, с другой стороны, как я могу доверять, допустим, Петровской колонии, да и любой, если я помню сюжет киевских коллег о том, что полностью не готовы украинские колонии к коронавирусу. А учитывая закрытость таких учреждений, то черт его знает, что там творится. Кстати, на ресурсе Гречка я увидел фотографии бокса, это далеко не в колонии, где лежат в Кропивницкой городской больнице люди с подозрением на коронавирус. Я сразу, кстати, вспомнил Александрийскую больницу. Там, в этих больницах, и в Кропивницком, и в Александрии, проблемы похожие. Ну, во-первых, туалеты, во-вторых, старая плитка, кровати, драная матраса, ну и так далее и тому подобное. Вот эта тотальная обшарпанность, сколько она может продолжаться со времен Советского Союза. Почему никто не ремонтировал больницы? Почему мы видим бодрые рапорты главврачей и медицинских чиновников о том, что они готовы к эпидемии коронавируса? А на самом деле, когда мы посмотрим, ну нет, это не готовность. И оказывается, в Кропивницкой городской больнице, в отремонтированном детском инфекционном отделении, не хватает мест для размещения всех госпитализированных с подозрением на COVID-19. И поэтому их направляют во взрослое отделение, а оно старое и не отремонтированное. И слава богу, я вам скажу, что на Кировограчье не такая ситуация, как в Черновицкой области. И мне интересно, какие выводы делает и Малая Виска, и Александрия, и Кропивницкий, когда смотрят на Черновицкую область. Это все мне напоминает 1986 год и Чернобыль, когда все замалчивалось, когда, несмотря на такую страшную аварию, чиновники продолжали красть деньги. А медицинских чиновников, которые десятилетиями сидят на потоках этих медицинских денег, очень много. И они, конечно же, даже не помышляют ни о какой медицинской реформе. А никто не видел, коронавирусные деньги врачам на Кировограчье выплатили или нет? Потому что я так и не увидел, чтобы они как-то платились. Кстати, коронавирус породил новый вид такого, знаете, ковидного мошенничества. Вы же помните, что всех, кто заболел коронавирусом, лечат государство? А это приблизительно тысяча долларов на человека. Это доказано практикой. Но у нас же чиновник еще тот, поэтому они выдумали такой способ. Они в диагнозе у человека, который заболел коронавирусом, пишут пневмония. И если пневмония, то человек лечится за свой счет. Так что, если вы не дай бог заболели коронавирусом, контролируйте и результаты ваших тестов, и особенно диагноз, который вам ставят врачи. Необразованные и невоспитанные люди – это, конечно, не новости для Кропивницкого и Кировоградской области. Беда нашего общества, что такие люди вообще вырастают. На этой неделе засветился в Кировоградском интернете предприниматель, как пишут владелец магазина на улице Героев Украины 8, это на Пасаево возле Джерельного. Он решил положить плитку вокруг дерева и начал рубить этому дереву корни, называя это санитарной обрубкой. Ну и матерясь. И все это перед активисткой Надеждой Полыводой. Оставлю это видео без изменений. Я хочу здесь положить плитку, облагородить этот участок. Жильцы позвонили и жалуются. Послушай, да нахуй мне твои жильцы послушали. В смысле нахуйся? Я тебе еще раз говорю. А кто туда будет ходить? А ты за ебаный. Выслушай меня сначала. Ты чернорода, ебаный. Я хочу облагородить этот кусок дороги. Если твой горисполком не делает, то иди ты нахуй вместе с твоим горисполком. Мы делаем санитарную обрубку дерева. Как вы только что увидели, на три буквы были посланы И, Надя Полывода, Игорь Исполком. Да лампочки! А это уже заинтересовало специнспектора Кропивницкого Андрея Максюту. Он започтил обращение с просьбой идентифицировать матерщинденька. И в комментах, кстати, уже написал, что такие установил личность этого мужика. Теперь мне интересно, чем закончится, каким наказанием закончится эта история. Может быть, публичной поркой? Мама. Мама. Но нет, такого наказания у нас в кодексе нет. Наверное, все-таки матерщинник извинится и заплатит штраф. Интересно, кстати, а индивиду вообще может как-то без мата соединять слова в предложение? Еще интересно, а если бы мужик обматерил только Надю, а горисполком не материл, обратил бы внимание на этот случай Андрея Максюта? Еще немного, и Кировоградская область рванет практически всем составом на море. Причем не через Умань на Одессу. Я боюсь загадывать, но скоро отремонтируют дорогу через Васильятская на Николаев и Коблево с Рыбаковкой. Вот это поворот! Блин, я честно боюсь глазить. У Виктории Толошкевич на странице в Фейсбуке увидел, что там дорогу такие ремонтируют, дорога будет бетонная, с довольно большой бетонной подушкой. Я даже подумал, может туда своровали с Карпивницкого аэропорта бетонные плиты, потому что те плиты выдержат приличную нагрузку. В общем, вот видео о Виктории. Дорога, по которой я еду с швидкостью 20 км на годину. Перспектива вражает, потому что если народ до конца лета закинчить тут работу, то дорога будет просто прекрасна. Широка и новенька с нуля. Широка и новенька Широка и новенька, И не только Толошкевич рассказывает об этом дорожном чуде для Кироворача, но и блогер Павел Авдокушин. Водонепроницаемую пленку между бетоном и точным бетоном. Собственно, вы видите, как высыпается этот бетон. Собственно, вы видите, как высыпается этот бетон. Собственно, появится этот шанс, возможность. Это чудо просто. Два часа и ты на море. Это же теперь большой плюс и Кропивницкому, и Александровке, и Бобнинцу. Всем городам, селам, которые расположены по этой трассе через Киев на Николаев. Это же как из варягов в греки. Это же торговый путь, это жизненный путь. Потому что, наконец-то, сюда приедут туристы. А если приедут туристы, то будут и деньги. Сезон, когда пожары накрывали Украину из-за идиотов, которые впалят лес, камыш, траву, прошел. И наступил сезон идиотов, которые жгут, например, пластмассу. Фейсбук-пользователька Виктория Пигарькова выставила видео пожара. Я так понимаю, по комментариям где-то в Александрии, на территории бывшей мебельной фабрики. Это, короче, не коллега, это тут вот склады, там, где металлобаза, делают заборы, ребята. Что-то, видимо, пошли и там. Что произошло бы в цивилизованной стране? Наверное, выписали бы штраф огромный, да и не только штрафы, криминальное дело. А в нашей? Может, это просто дело группировки мужиков, которые там то корни деревьям рубят, то там пластмассу жжут в Александрии. Может, это заговор олигофренов и тупых людей. Против меня и вас, людей образованных и воспитанных. Это, так сказать, контрреволюция идиотов. Так, и где в Крапивницком сходить в туалет? Это проверил в Фейсбук-пользователь Алекс Ахмара в своем видеоблоге. Он называл его «ревизора» и прошелся по городу. И стучался практически в каждые двери, и в частные, и в государственные. В туалетом скоростать можно? Пройдите. Ага, дякую. Его вывод – в Крапивницком нормально пускают в госучреждения, в туалеты. По-маленькому, я так понимаю, и по-большому. И в рестораны. Но что я заметил из блога Алекс Ахмары, что в Крапивницком очень мало общественных бесплатных туалетов. Это плохо, потому что культурный город тем и отличается большим количеством уборных в хорошем состоянии и бесплатных. А теперь в Крапивницком только в Ковалевском парке есть бесплатный туалет общественный. Я еще помню, возле нынешней библиотеки имени Шевченко, раньше это была библиотека имени Гайдера, там были тоже общественные туалеты. Но совсем недавно я проходил и видел там надпись «Продаю». Кто успел приватизировать их, эти подвальные помещения? В общем, вот наличие бесплатных туалетов – это такая лакмусовая туалетная, извините за сравнение, бумага для города. И как только в Крапивницком появится сеть общественных бесплатных чистых туалетов, я скажу – да, этот город культурный. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяется на краще. Даже дорога на море, наконец-то. Пока.